Приперлись сегодня к нам кладоискатели. Кстати, вот добрая соседка подкинула мне, когда я пошла к ней узнавать, что за нафиг тут приперлись. И выясняют, и что-то ищут. Яблочек, и огурчиков. Помидорка я сама привезла. Потом я все-таки сходила. Кстати, именно добрая соседка. Вот тут этот кот, который сегодня весь день мурлычет. Вчера поймал трех мышей. Маленького мышонка. Тут большого мыша и еще совсем большого мыша. И всех троих сожрал. Всех троих сожрал. Всех троих сожрал. Искала я чеснок. Чеснок зарос. Хотя только в одной я ставила специально эту штучку с семенами, как опознавательный знак. Но не нашла. Или надо ждать, когда все это высохнет. Типа там конца-середина сентября. Потом благодаря соседке я узнала, что у нас за домом есть яблоки. Я за ними сходила. Нашла старых волнушек. Но яблоки еще, кстати, ну как бы такие, конечно, дикие. Но где-то через недели две-три, я думаю, они сожреются, еще маленькие некоторые, некоторые. Ну, в общем, даже крупные, но крепкие. А потом я сходила к соседям. Бывшим соседям. Вот у них золотые шарики тут. У них мальва цвела, но мальва все закончилась, когда приехала через месяц, к сожалению. Надеюсь, у меня есть немножко мальва с прошлого года. Потом у них лепейные цвели. И парочка еще осталась. И у них что там еще? Что-то такое. А, лилии. Лилии, микоранджевые, которые у нас были тут. У нас тут много всяких было. Тоже цвели. Одна еще осталась. Короче, вот у них туда-куда еще. В прошлый раз я увидела эти яблоки. В прошлый раз я увидела, думала, может, это какие-то даже не яблоки. Думала, может, вот это. Вышня, может, еще что-то. Ну, короче, слива маленькие такие видно было. И вот, хоть меня предупрежала соседка, что, какие-то, чипужи не пройдешь, но быть в деревне летом и не сходить в чипужи. Это уж как-то совсем никак. Короче, я дошла до этих чипужей, но без камеры, с ножичком и пакетиком. Потому что там, ну, реально можно так вот шаг в сторону. Вот, ногу сдвинул и упал. Но я не упал. Ну, в общем, я как-то не рискнула камеру с собой взять на разведку. Вот, я думаю, что там можно, вот, может быть, в середине сентября я потом планирую приехать, и их можно уже собрать. Я одно яблочко схомячила. Оно крепковато, такое, ну, не кислое, такое, немножко, чуть сладенькое. Я вот думаю, наша дикая ябонька за домом, это вот как раз родственница этих яблочек. Покусуюсь потом. Ну, чё, чё. Человек тут говорил, что никогда вот этого всего не видел. Много, кто, наверное, не видел и хотел бы увидеть. Но я периодически это всё снимаю. Ещё у меня падает задание, но его можно выполнить, когда, допустим, рамки поставишь. Потому что как-то мне... Там у слетают, птёры летают. Но я ещё прокатиться хочу. Глянуть надо. А лучше говоря, вот эти вот штуки, это ящики под рамки. Рамки бывают вот такие, а бывают пошире. Ну, там у печки то, что, по-моему, уже осушеная. Правда, с газеткой рядом. Ну, короче, вот эти вот это большие рамки. Большие рамки. А там он маленькие рамки. Вчера снова выставляла маленькие рамки. И осталось у меня вот ещё в сенях такие два ящика, как он тут зелёный. Ох. Я хотела вообще отдельный ролик сделать. Типа вот эта стука, вот эта другая стука. Ну, чё-то у меня как обычно. Вообще, вот там сейчас стоит кастрюлька, но должна стоять тубареточка. Но я хочу взять тубареточку. Я обещала соседской девочке с ней покататься на великах. Вот просто я хочу взять тубареточку, вот эту тубареточку и выползти на улицу. Или я, по-моему, позвоним отцом. Или клин поделать с ним. Там мой дверик стоит. Вон тут осадит айт. По ходу дела. Прикиньте, даже в камеру влезла. И ничем не убиваемая вообще совершенно. Вот это медогонка. Раньше была другая медогонка. Эта крючка, чтоб туда ничего не упала. Вон там краник, из которого медик фигачится. Вот за эту ручку крутишь и идёт процесс прокручивания. И туда ставятся... Если вот эти две, ну, если маленькие, то по две маленькие рамки. В сумме шесть штук. Другой у нас было меньше ставилось, хоть она была пошире, побольше. Значит, с бабушки на мелочи сестры выдрах. Куда езжу покупать молоко к её соседке. Вот это сосушек шкири и рамки. А вот здесь, пожалуй, я, наверное, покажу. Вот здесь. А то там заколебётся одной рукой это всё снимать. А здесь рамки на осушку. Они маленькие. Просто ящиков не оставили в гульке нос. Вот эти два. А вот здесь вот рамки уже сосушки вчерашние. Тут бревно. Кусок бревна, которое ещё под той медогонкой стояло. Это медогонка бабушкиного брата, как я в предыдущем ролике говорила. Вон там срези перевёрнутые кверху жопой стекают. То есть с них стекает мёд, они берёт на этой сеточке. Вон там мёд. Вот здесь мёд сотами. Но я сейчас не подниму, потому что одной рукой не получится. Вот здесь вот эти штучки, я не помню, как их называть. Но их ставят, допустим, вот на такую кастрюльку. На эти штучки ставят рамочку маленькую или побольше. И тоненько срезают миллиметр-миллиметр. Я в прошлом году заслужилась этой чести наконец-то срезать. Но я это что-то была уверена, что надо полностью так херокнуть. Надо осторожненько, аккуратненько срезать маленький миллиметровый слой вот этого только запечатанного воска. Ну и, короче, ставится рамочка вот на это. Это дедушка ещё делал побольше кастрюльку, поменьше кастрюльку. Ребром вот так ставится. Ну, не знаю, может это не ребром, конечно, скажу, как она ставится. Короче, она ставится. Берётся рамочкой и вот так вот ставится. Вот этой вот штукой ставится и одной рукой держится, другой рукой срезается. Вот перед одной рукой так как-то так обратно бы зафигачит. Ну и срезается, соответственно, с двух сторон. Ещё по возможности срезается, если вот тут что-нибудь такое наделали. Вон тут, видите, всякая хрень. Потом ещё иногда там срезается какая-нибудь прополис. Ну вот тут, по-моему, не прополис, это просто кусочек чёрного мёда. Воска, точнее, хотя, да. Ну, короче, прополис в другом месте. Сейчас вспомню. И он там, то покажу. Уже снизь тот, кто любит попобоить, когда у меня что-то не вымото. Оно отмокает. Там была кашка, вообще-то корочек. Для колодежной, не только водички. Нет, это мои орехи. Арахис. Ну, короче, где-то тут был прополис. Где-то он тут был. Тут, по-моему, тоже воска. Ну, в общем, где-то был тут прополис. Срезается этот прополис. Отдельно скатывается. И вообще, люди его покупают. Другие его продают. Мы обычно его как-то это раздаривали. Не знаю, сейчас моя тетя этим всем занимается. Может быть, она его раздаривает. Может быть, она его продает. Ну, тут немножко этих самых. Уся. Мертвенькая. Ну, я думаю, слышно тут. У меня в одном ящике позавчера принеслась одна пчела. Я думала, что она уже уконтропупилась куда-нибудь. А она вот вместе с двумя, по-моему, осами или две. Тут пчелы одна. Шарахаются. Ща я попробую показать одну штуку. Прям такой, типа, лук. Тут кот. Я пока перебудусь. Тут холодильник. Некоторым дочит. Вообще, это, типа, как бы сень. Даже не типа и не как бы, а реально так. Вот это у нас сетка пчеловодная. Ее еще бабуся моя ваяла. Это самопальная сетка. Это не скажу сейчас как. Ну, короче, это запчасть тулья. Наверное, надо было показать еще пчеловодный костюмчик. Вот мы опять сеньем. У меня тут светом бы запрещено включать по большей части, потому что сразу волосы налетят. Они тут как-то шарахались. В общем, вообще, раньше у нас были какие-то белые штанишки обычные такие. Белая кофточка и какая-нибудь пчеловодная сеточка. Типа той, как я показывала. Вот это единственная, наверное, курточка пчеловодная, классическая, которая сохранилась еще с бабушки. Когда-нибудь ее тут положу. Тут кармашки. Возможно, ее даже бабушка самопалила или мама самопалила. Ну, в смысле, самосшитая. Ну, по большей части раньше такие были. Потом у нас родственники стали общаться с другими своими нефровными родственниками. Откуда-то взяли. Я даже не знаю, может, это мамины друзья выдали. Короче, это вот штанишки такие. У них внизу резиночка. Я вчера в них ходила, выставляла рамки и забирала. А позавчера в джинсах. Поверх была вот... Позавчера, короче, ходила в джинсах вот этой кофточки. И накидушки, короче, этой сетки пчеловодной. Сейчас найду, где она. А может, не найду. Все, мне бы ее надо найти, потому что мне ее потом одевать. Наверное, на кровати. А вчера я уже ходила вот в этом костюме. У него резиночки на ногах. Резиночка вот на этой натушке. Ну, с кармашками. Тут майки, фугунчка какая-то чья-то свалилась. Потом два варианта. Вот такая вот кофта. У нее тут как бы такая вот проволока. И горловина закрыта. И поверх одевается даже та, допустим, голубая с шапочками пчеловодная, которую на крыльце показывала. И тут также резинки на рукавах. Резинки вот внизу, где талия. И она вот завязывается уже. Вот там завязка, кстати. Всегда резиночка какая-то завязка. Веревочка вот тут. Горловина ближе к тушке. А поверх уже эта шапочка идет. И есть еще один такой. Вот, кстати, та, в которую я вчера ходила. Позавчера я вообще тут все, что я... Когда я ее одевала, именно я ее одевала. Вот она. Есть еще вот такой. Он там с... Ну, как бы штанишки тоже опять задельно. А шапочка вместе с кофточкой. Вот такая вот. В конце их два все-таки вот похожих было. И вот она тут, нажмите, присобачивается. Вот такая вот... Куда-то ее положить, чтобы было видно. Вот такая, короче, конструкция. У меня вчера человек писал, что, типа, вот страшно. Может быть, конечно... Ну, как бы это страшно, не страшно. Когда кусают, мало приятного. Ну, что уже делать? В этом году 90 лет. Это и семейные пчеловодни становятся. Короче, сейчас мы выходим. И я покажу вам... Третий раз эти сени прошли. Дымарь. Который второй раз я его нахожу. То дождь прошел. Вот тут шляпа очередная валяется почему-то на полу. Пчеловодная. Мы, наши родственнички мои, кидает этот дымарь на улице. То опять дождь начался, они его кидают на улице. Ну, как бы... Я понимаю, что хочется быстрее поддумать. Или когда тебя пчелы захероначивают, тоже хочется как-то быстрее убежать. Но Маруся, я думаю, моя бабуся, наша бабуся, этого бы не поняла. Не знаю, получится у меня приблизить штуку или нет. У меня ледра с водой. Вот это с грязной водой. Тут мыло. То, что забыла вылить. Вот платочек у меня остался дома. А нас хочет чихнуть или высморкаться. Короче, птички у нас... Во второй день моего бытия, после первой ночи ночевали, я... Они тут летали. Я забыла у родовичей спросить, живут они еще или так вот попрощаться пролетали. Ну, и столько нагадили, короче, чем мыло еще нет. То, что они нагадили. Не знаю, что это у нас такое. Проволока. Тут еще бадья с водой. Не получится, наверное, она сразу будет подходить. Ну, бывает такое, что улей пчелы семьи воруют друг у друга. Вот работать им неохота. Они вот то ли залетают, то ли вылетают. И вот какой-то улей, я так понимаю, то ли из него под подозрением утаскивают все, то ли все же все ништяк. Блин, сама смотрите не испугалась. В общем, пчелиная сарайка изначально это дедушкина мастерская была, но дедушки уже прилично так нету. Мимо меня сейчас пролетела усан. Так, меня потрогала щекотно. Я потом у него что-то сал. Короче, вот это дымарь. В прошлом году, или в начале этого, уж не помню, родственники хотели заказать дымарь. Я вот думаю, если так халатно относиться к оборудованию пчелиному и бросать его, где пало на траве под дождем, под росой, то что потом удивляться, что дымарь, там еще один дымарь, наверное, тот уже коньки откинувший. Или хрен его знает, что. Тут кладбище велосипедов. Желтый, в принципе, его можно накачать. Или заклеить эту шину, хрен его знает. Но он для меня высокий. Там старый спортивный велосипед старшей сестры. Раздолбанный. Я думаю, что, может быть, наш сосед, который мне давал свой спортивный велик, старый, его бы сремонтировал, что забываю покинуть эту идею родственникам. И еще старый велик моей сестры, который обычный велик. Ну, в общем, вот дымарь. Вот сюда засовываются гнелушки. Береста разжигается. Крышечка закрывается. Отсюда идет дым. В смысле, на дым. А вот это вот так вот делается. И она вот с таким звуком и дымом окуривается сначала себя, потом мулей. Вот это, скорее всего, крышечка. Еще бывает такой же квадратный только холстик. Вот эти тубареточки, это ставятся на улицу. Ну, или дома, если храните. В смысле, там, где хранится. На зиму убираете улей. В общем, ставится вот эта тубареточка, потом на нее этот ящички. Потом крышечка и сооружается этот самый улей. Вон тут рамка. Ну, тут удлинитель. Тут насос, по-моему, из него, по большей части, уже вспрыскивает пчел в какой-то период жизни. Тут вот холстик. Вот это райовня самопальная. Руя от велика. Я бы, конечно, прошла вглубь, но мне что-то стремно тут как-то идти. Животное кусющее. Тут ведро со старым воском. Он там тоже районный, кстати. Ну, у нее обычно отфигачивается рой. Он там держится, а потом его засобачивают в какой-нибудь домик пулей. Там полочка. Эту полочку я вчера буквально заметила. Тут где-то еще было ведро с нелушками. Может быть оно. А может быть и нет. В общем, практически вы все видели. Ну, заснять как люди ходят пчелам я не могу, потому что подозреваю, что мои ближние родственники будут против. Ну и как бы вообще, когда я тут делала субботник, была на субботнике в начале этого года, издалека два пятна, возможно, они все-таки попали в кадр. Я только голоса их вырезала. По-моему, у нас здесь тюрис. Как в прошлом году. В этом году сколько-то помело, а потом заново раскладился. В общем, вот такие дела. Я пишу. Выгляжу оно. А, про-рус давайте посмотрим. Продолжение следует. Приятного аппетита.